Здравствуйте! Мы продолжаем занятие йогой для женщин. Для того, чтобы выполнять позы качественно, необходима высокая концентрация внимания. Когда мы направляем свое внимание на свое собственное физическое тело, мы избавляемся от стрессов, от напряжений, от негативных эмоций. Сегодня мы повторим позы начальных уроков и разучим несколько новых поз. Станьте в тадасану. Направьте внимание внутрь в свое физическое тело. Наблюдайте вытяжение ног, вытяжение спины, рук. Позвоночник сделайте крепким, устойчивым и направляйте его вверх. Тадасана. Поза горы. Загните ноги в коленях. Со вдохом-прыжком поставьте ноги на нужное расстояние примерно метр десять. Натяните ноги, отталкиваясь стопами от пола. Выпрямите локти, удлиняйте руки в стороны. Поверните стопу левой ноги внутрь. Правую ногу всю разверните в тазобедренном суставе наружу. Вдох. На выдохе наклонитесь вправо. Захватите правой рукой правую лодыжку. Левую руку поднимите вверх, ладонь вперед. Если вам трудно наклоняться, либо если у вас есть проблемы с позвоночником, либо с гинекологией, ставьте руку на опору, на кирпич, на стул, повыше. Поверните голову. Выпрямите локти и поднимайте левую лопатку левой рукой, от правой. Как бы раздвигая их. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Поверните стопы влево. Сохраните руки длинными и делайте усилие, как будто бы правая рука ваша тянется от правой лопатки, левая рука от левой лопатки, увеличивая расстояние между ними. Это создает расширение внутри грудной клетки, что повышает, улучшает настроение. На выдохе. Удхита триконасана. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Прыжком поставьте стопы вместе. Расслабьтесь. Следующая поза – Вира Бадрасана 2. И эту позу мы вам покажем в нескольких вариантах. При проблемах гинекологии, при проблемах позвоночника. Прекрасный учитель – это стена. Галина сейчас выполнит позу Вира Бадрасана 2 спиной к стене. Нужно подойти спиной к стене, поставить ноги на нужное расстояние и стараться пятки приблизить к стене и всю заднюю поверхность – колени, бедра, поясницу, плечи, голову. Стена помогает выстроить тело ровно, симметрично в одну плоскость. Второй вариант будет выполнять Вира. Вариант со стулом – это еще более терапевтический вариант. Приготовьте стул и сядьте так, чтобы правое бедро лежало целиком на стуле. Если у вас рост слишком высокий, то нужно положить на стул, может быть, одеяло. Если у вас рост очень маленький, вы можете под стопу положить кирпичик, приподнять. Для того, чтобы создать угол между голенью и бедром 90 градусов. Левая нога должна быть хорошо вытянута. Отталкиваясь руками от стула, вы будете помогать разворачивать левое бедро наружу и поднимать основание живота и туловище вверх грудной клетки. Приготовьтесь. Те, кто делает полную позу, выполняйте ее вместе со мной. Со вдохом – бежок. Поверните стопы вправо. С выдохом согните правую ногу Вира Бадрасана 2. Сохраните левую ногу твердой, вытянутой. Разворачивайте левое бедро наружу. Поднимайте нижнюю часть туловища, таза вверх. Вытягивайте руки в одну плоскость. Как будто бы за вами стена. Если вы делаете позу без стены, а если вы у стены, то всю заднюю поверхность направляете к стене. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед и поменяйте сторону. Если у вас возникают головокружения или неприятные ощущения в области сердца, обязательно отдыхайте. Ставьте руки на талию на несколько секунд. С выдохом Вира Бадрасана 2. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Прыжком оставьте стопы вместе. Сделайте несколько ровных вдохов, выдохов. Успокойте дыхание. Сегодня мы разучим позу Вира Бадрасана 1. Первый раз мы сделаем эту позу в обычном классическом варианте. Это поза воина, которая развивает волю, устойчивость и внутреннюю силу. Встаньте в тадасану. Согните ноги. Прыжок. Поставьте стопы чуть уже, чем в предыдущих позах, примерно на метр. Разверните локти, плечи, ладони вверх. Со вдохом, удлиняя руки, поднимите их. И соедините вместе ладони, скрестив большие пальцы рук. Отталкиваясь стопами, вытягивайтесь вверх. Поверните левую стопу, голень, бедро внутрь на градусов 60. Правую ногу наружу. Поставьте стопы на одну линию. На выдохе сгибайте правую ногу. Поднимите голову, смотрите на руки, вытягивайте вверх. Следите за тем, чтобы пятка левой ноги осталась крепко прижатой к полу. Если она у вас поднимается, то можете сделать так, как показывает Галина. Поставить под пятку кирпич. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Поменяйте перекрест больших пальцев рук. И повернитесь влево. Со вдохом вытяжение и с выдохом вход в позу. И рабодрасан один. Важно в этой позе не прогибаться в пояснице. Конечно, поясница будет прогибаться, но если вы будете вытягиваться от основания позвоночника, этот прогиб будет более равномерным. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Опустите руки параллельно полу. Прыжком поставьте стопы вместе. Сейчас еще раз поза гирободрасана один. Несколько вариантов этой позы. Первый вариант, когда мы поставим пятку задней ноги на кирпич. Для того, чтобы создать хорошее вытяжение ноги. Это вытяжение предохранит поясницу от перенапряжения. Ремень мы оденем на запястье. Для того, чтобы создавать расширение внутри грудной клетки. Это вариант. Если у вас есть такие материалы, можете попробовать вместе с Галей. Если таких материалов нет, мы вам предложим вариант со стула. Это очень хороший терапевтический вариант, когда нога, если мы делаем вправо, правая, лежит на стуле. Задняя нога хорошо вытянута и пятка поднимается вверх. Этот вариант позволяет с еще меньшим напряжением выполнять позу, что очень рекомендуется девушкам при проблемах, при сильной усталости. Приготовьтесь. Выберите себе подходящий вариант. Если полный вариант, то прыжок. Разверните плечи, поднимите руки вверх. Повернитесь вправо. И согните правую ногу до угла 90 градусов, сохраняя вытяжение левой ноги. Стремитесь не наклонять грудную клетку вперед, а поднимать ее вверх. Со вдохом поднимитесь, поверните стопы вперед. И влево вверх, бодрасана один. Разворачивайте бедро правой ноги внутрь. На выдохе согните левую ногу, вытянитесь вверх. И помните, что распределение веса в позах стоя совершается таким образом. Внутренняя часть стопы передней ноги прижимается к полу, и внешняя часть задней стопы к полу. И вытяжение от этих частей стоп вверх. За вдохом поднимитесь, поверните стопы вперед, опустите руки параллельно полу, прыжком встаньте в тадасан. Поза париврита-триканасана. Париврита перевернутый, 3-3-кона угол. Поза перевернутого треугольника. Поза на скручивание. В скручивании снимают эмоциональное напряжение и напряжение деформации поясницы. Эту позу мы вам покажем в трех вариантах. Первый вариант у стены, который будет делать Галина, для более хорошей корректировки позы и для лучшего скручивания. Вариант, когда рука будет опускаться у нас на кирпич, это Эльмира будет вам показывать вариант. Это для тех, кому сложно наклоняться, у кого больше усталости и кто еще не накопил силы при слабости. Я покажу полный вариант. Приготовьтесь. Тадасана. Прыжок. Поверните левую стопу, голень, бедро внутрь на 75 градусов, правую наружу на 90. Вращайте бедро левой ноги внутрь и не сгибайте колени. На выдохе наклонитесь, поставьте пальцы левой руки за правую стопу и правую руку поднимите вверх, ладонь вперед. Следите за вытяжением ног. Следите за тем, чтобы левая пятка не отрывалась от пола. На вдохе удлините позвоночник от основания к макушке головы и на выдохе развернитесь к потолку. За вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед и поверните стопы влево. Правую внутрь на градусов 75, левую наружу на 90. Не забывайте проверять линию стоп. Центр передней пятки, центр задней стопы на одной прямой. Доворачивайте бедро правой ноги внутрь, выравнивая положение таза справа и слева. С выдохом наклонитесь, правую руку поставьте за левую стопу, левую руку поднимите вверх, ладонь вперед. И на выдохе поворачивайтесь влево и вверх, влево и вверх. На вдохе вытяжение позвоночника, на выдохе поворот. Следите за тем, чтобы бедро правой ноги не падало вниз. За вдохом поднимитесь, поверните стопы вперед, прыжком встаньте в тадасану и расслабьтесь. Если вам трудно выполнять позу за позой без отдыха, в перерывах между позами вы можете выполнять позу, например, лежа на спине, поза ветра или поза утанасана, когда мы наклоняемся вперед и опускаем руки либо на пол, либо на кирпичи. Это для восстановления сил. Поза халасана – поза плуга. Это перевернутая поза, и она прекрасно воздействует на внутренние органы женщин и девушек. Поэтому при проблемах гинекологии мы очень рекомендуем выполнять эту позу. Не делайте позу девушке во время критических дней. И не выполняйте позу при проблемах шеи и щитовидной железы. В этом случае нужен опытный преподаватель, который поможет вам выполнять позу, не травмируя шею. Девушки, кому нельзя выполнять позу, делают сету Банха Сарвангасана с галей. Второй вариант, который мы покажем, халасана – это когда ноги ставятся на стул. Садитесь на сложенное в несколько раз одеяло, вытянув ноги вперед, для того, чтобы отмерить расстояние, на котором должен стоять стул. Теперь поднимаетесь, одеваете ремень сзади на локте, отмерив ширину ремня расстоянием между плечевыми суставами. Для того, чтобы грудная клетка разворачивалась и расширялась. Теперь вам нужно сесть на одеяло и лечь так, чтобы плечи лежали на сложенных одеялах, а голова была внизу. Вы поднимаете ноги вверх, придерживая нижнюю часть спины, и ставите стопы на стул. Следите за тем, чтобы ноги не уходили слишком далеко вперед, иначе вся нагрузка позы будет приходиться на шею. То есть немножко стопы назад. Поворачивайте плечи наружу, поднимая верхнюю часть спины от пола. Не позволяйте спине скругляться, опускаться вниз. Это будет напрягать позвоночник. Удлиняйте спину вверх. Те, кто может выполнять позу без стула, опускать ноги вниз на пол, выполняйте позу вместе со мной. Хорошие вытяжения вверх. Для женской практики неплохо выполнять позу расставляя стопы на ширину бедер. Это тоже халасана, вариация халасана. Поменяйте перекрест пальцев рук. Попробуйте лопатки направить внутрь, не отпускайте их назад. Это поможет расширять спину и вытягивать позвоночник вверх. Вы ставите ладонью по спину и поднимаете сначала одну прямую ногу вверх. Если вы убедились, что у вас достаточно устойчивости, вы поднимаете вторую ногу вверх. Саламба-сарвангасана из халасана. Саламба-сарвангасана. Стойка на плечах со стулом. Прекрасный вариант для восстановления сил. Если вы устали, если вы понервничали, если у вас бессонница, вы не можете заснуть, делайте эту позу в течение 50 минут со стулом. Вы придерживаете себя ногами для того, чтобы опуститься вниз. Перебираете руками. Исползаете осторожно вниз, ставите макушку головы на пол. Как только макушка головы коснется пола, руки просуньте вовнутрь ножек стула и захватите дальние ножки стула. Если здесь появится сложность из-за жестких плечей, вы не сможете руки просунуть вовнутрь, тогда держите снаружи ножки стула. Придерживая себя руками и слегка отталкиваясь ногами, вы немного сползаете вниз, опуская голову затылком на пол. И самое главное в этой позе опуститься так, чтобы вес перешел с головы на плечи. Вот посмотрите, если плечи поднимаются, то все напряжение в голове, затылок напряжен. Когда плечи опускаются вниз, тогда голова начинает отдыхать. Втягивайте лопатки, вытягивайте, удлиняйте ноги. Если вы совсем устали, то ноги вы можете просто слегка держать в тонусе, особо не удлиняя. Но более полная поза требует вытяжения ног. Оставайтесь так минуты 3-5. Затем согните ноги в коленях и соедините стопы вместе, опустите колени в сторону. Батха Канасана Сарвангаса. Затем соедините колени вместе, отпустите руки и слегка придерживая руками стул, и отталкиваясь ногами, сползайте вниз. Если вы стоите в полной позе, опустите ноги за голову в халасану, вытяните руки назад, поднимайте позвоночник вверх, поменяйте перекрест пальцев рук, халасана, сохраняйте вытянутыми ноги в халасану, иначе спина ваша начнет сжиматься. Расплетите пальцы рук, снимите ремень с одной руки и медленно, скругляя спину, опускаетесь вниз. Если вы выполняли позу сетту Батха Сарвангасана с галей, то согните ноги в коленях и отталкиваясь тофами, сползайте в сторону головы. Опустите спину вниз на пол, расслабьтесь какое-то время так, на спине. Повернитесь на правый бок, сядьте. Сядьте на ваше одеяло, вытяните ноги вперед, пашиматанасана, поза для восстановления и снятия напряжения с шеи. Вытяните руки вверх, на выдохе наклонитесь вперед, если вы делаете позу со стула, опустите голову на стул, сохраняйте коленные чашечки крепкими, для того, чтобы контролировать вытяжение ног, а все остальное расслабьте. Со вдохом поднимитесь и приготовьтесь для выполнения шавасаны. Сядьте на ваше одеяло и готовься под голову одеяло. Сядьте так, чтобы расстояние от коврика до правой и левой ноги были одинаковыми. Коврик – это ориентир, который помогает нам сделать позу более правильно, симметрично. Мы занимаемся йогой для того, чтобы исправлять нашу асимметрию, наше искривление, поэтому будьте внимательны. Теперь поставьте руки сзади туловища, согните ноги в коленях и уложите поясницу на пол. Оставьте колени согнутыми, стопы на полу. Руками придвиньте одеяло к голове, к плечам. Разверните плечи, ладони вверх к потолку, оттолкнитесь стопами от пола, уложите поясницу на пол и теперь вытяните ноги вперед. Обратите внимание, что у Галины высота под головой больше, чем у Эльмиры. Это нужно подбирать индивидуально. Зависит от гибкости или жесткости шеи. Чем более жесткая шея и верхняя часть позвоночника, тем высота в первое время должна быть больше. Для того, чтобы быстрее растягивалась задняя часть шеи и быстрее расслаблялась голова. Закройте глаза. Расслабьте лицо. Не сжимайте зубы. Очень часто мы напрягаясь сжимаем зубы, сгулы. Отпустите нижнюю челюсть от верхней. Расслабьте щеки, нос. Расслабьте глаза, брови. Расслабьте точку между бровями. И от этой точки уроните бровные дуги право-вправо, лево-вправо. Отпустите кожу и мышцы лба от центра к вискам. Вспомните, что когда мы хмуримся, сердимся, то межброви мочатся, кожа, мышцы становятся жесткими. Разлегчите эту область. Делайте кожу мягкой, широкой. Расслабьте лоб и все лицо. Расслабьте голову сзади. Мысленно уравняйте давление правого и левого затылка скоб. Вы наверняка почувствуете, что с одной стороны больше давления, с другой меньше. Там, где затылок более легкий, мысленно сделайте его тяжелым, создавая еще большую симметрию и ровность. Расслабьте ноги снизу вверх. Расслабьте позвоночник снизу вверх каждый отдел позвоночника. И отпустите от позвоночника правую часть спины вправо и вниз, левую часть спины влево и вниз. Позвольте всем позвонкам упасть на пол и расслабиться. Расслабьте переднюю часть тела. Расслабьте руки от пальцев к плечам. Расслабьте правую и левую части шеи. Сделайте их мягкими. И расслабьте горло внутри. Расслабьте все части тела целиком. Шава-сана. Внимание направьте к центру сердца. Приготовьтесь подняться. Согните ноги и руки, повернитесь направо. Откройте глаза, не создавая напряжения. И сядьте. Наше занятие подошло к концу. Сегодня вы освоили одни из главных поз йоги. Это халасана и саламба-сарвангасана. Это очень сильные и мощные позы. Как на физическом уровне, так и на умственном. Они помогают в любых отношениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok